Иракские силовики сообщают, что к настоящему времени заняли большую территорию восточного Масула. В то же время из города продолжают бежать мирные жители. По данным Международной организации по миграции, Масул покинули уже около 100 тысяч человек. А это Каяра, приблизительно в 55 километрах от Масула. Здесь другая проблема. Пожарные и нефтяники пытаются потушить нефтескважины. Их подожгли боевики, когда бежали из этого региона пару месяцев назад. Из 18 пока удалось потушить 7. Пока эта местность находилась под контролем боевиков, они ежедневно поставляли не менее 50 автоцистерн нефти в соседнюю Сирию. Террористы продавали сырьё с примерно 60 нефтескважин, получая средства на финансирование своей деятельности. Потеря Каяры стала для них ощутимым ударом. Более тысячи мигрантов готовятся встретить Рождество во временном центре на границе Коста-Рики и Никарагуа. Здесь мигранты ждут возможности продолжить свой путь в Соединённые Штаты Америки. Многие провели в лагере уже несколько месяцев. «Мы и не предполагали, что придётся праздновать в таком месте. Это не моя страна, а перевалочный пункт. Очень трудно встречать Рождество без друзей, семьи, без тех, кого любишь. Но мы будем праздновать». «Мне немного грустно, потому что я далеко от семьи. Хочется быть рядом с ними, но ситуация сложная, и это невозможно. Но мы общаемся каждый день. Они здоровы и не болеют. И я благодарю Бога за это». Мигранты из Африки, Азии и с острова Гаити раньше добирались до США через Коста-Рику, Никарагуа, а затем другие страны. Однако ещё в прошлом году власти Никарагуа закрыли границы. Тысячи беженцев вынуждены оставаться в Коста-Риканском центре временного проживания в надежде найти новый способ попасть в США. Теперь к этой проблеме добавилась ещё одна. Мигранты беспокоятся, что новый президент США уже сточит миграционные законы. «Я волнуюсь, потому что у меня было совсем немного денег. Я потратила всё, пытаясь добраться до Соединённых Штатов. Если меня депортируют, то всё это было напрасно». Мигранты прибывают в лагерь на границе Коста-Рики ежедневно. Миграционная служба выдаёт им палатки, воду и продовольствие. Беженцы получают транзитную визу на 20 дней. Однако немногим удаётся найти возможность продолжить свой путь за такой срок. В Венгрии, Польше и Франции усилены меры безопасности из-за теракта в Берлине. Так в Будапеште будут патрулировать вооружённые представители антитеррористического центра. В Польше вместе с сотрудниками правоохранительных органов на улицы выйдет военная полиция. А во Франции из-за угрозы терактов усилили контроль на границе с Германией. Там проверяют документы у водителей и багаж. Также будет усилена охрана рождественских ярмарок по всей стране. Европейская комиссия предложила усилить контроль за ввозом наличных денег и драгоценных металлов на территорию ЕС. Предложение поступило вслед за атакой на рождественскую ярмарку в Берлине, когда фура въехала в толпу отдыхающих, убив 12 человек. Эта мера станет частью плана действий ЕС по перекрытию путей финансирования терроризма на континенте. Предлагается проверять подозрительных лиц, даже если они ввозят меньше разрешённого лимита в 10 тысяч евро. Кроме того, таможни должны будут тщательнее проверять валюту и платёжные карты, которые пересылают в Европу по почте. Уполномоченные органы смогут изымать деньги и драгоценные металлы у людей, вызывающих подозрения. «Благодаря новым правилам, которые мы предложили сегодня, банковские счета подозреваемых, например, радикально настроенных людей, людей, которые готовят теракты в любой из стран-членов, будут заморожены в течение максимум 48 часов. Это огромный шаг вперёд в эффективном правовом сотрудничестве». Европейские чиновники говорят, что некоторые из недавних атак в Европе были осуществлены при ограниченном финансировании, которая в некоторых случаях поступала в ЕС от преступных группировок. Еврокомиссия предлагает ввести общие правила замораживания путей финансирования террористов и изъятия средств даже у тех, кто лишь связан с преступниками. Силы правопорядка блока получат доступ к новой информационной системе. «Мы предлагаем создать обязательную шенгенскую информационную систему для случаев, связанных с терроризмом, а также в отношении людей, находящихся в розыске. Это позволит эффективно ограничивать въезд граждан третьих стран на внешних границах». Чтобы новые предложения стали законом, их необходимо утвердить на национальных уровнях, а также в Европарламенте. За сутки в зоне АТО ни один украинский военный не погиб, один из получили ранения. Все пострадавшие со Светлодарской дуги, где противник продолжает обстрел оппозиции украинских войск. В районе села Луганское боевики выпустили 300 мин и 30 снарядов. Также в штабе сообщают о двух боестолкновениях на Донецком участке линии фронта. На Луганском направлении боевики открывали огонь четыре раза без применения тяжелых вооружений. Ситуация на Мариупольском участке несколько стабилизировалась. За сутки здесь зафиксировано 10 обстрелов. В четырех случаях применялись запрещенные вооружения. Ожидаемая стоимость нового самолета Ан-132Д в базовой комплектации от 30 до 40 миллионов долларов. Об этом сообщил руководитель программы господоприятия Антонов Александр Хохлов. Он отметил, что в Саудовской Аравии заказчики заинтересованы в поставках самолетов, которые будут использовать для поисково-разведывательных полетов, спасательных операций и морского патрулирования. В этом случае, по словам Хохлова, стоимость дополнительного оборудования может превысить стоимость самого самолета. Ранее был подписан меморандум о совместном производстве для нужд Саудовской Аравии 80 таких машин. Напомним, Ан-132Д – это первый самолет в линейке Антонова без российских комплектующих. Он предназначен для полетов на малые и средние дистанции в тяжелых климатических условиях. Грузоподъемность машины – более 9 тонн. Крейсерская скорость – 500 км в час. При максимальной загрузке самолет способен преодолеть 1250 км. За 9 месяцев экспорт украинских товаров в ЕС достиг 11,5 млрд долларов. Доля Евросоюза в общем объеме экспорта нашей страны достигла 35,5%. Это на 2 пункта больше, чем в 2015 и на 4%, чем в 2014 году. Больше всего украинские производители экспортируют в Европейский Союз продукции агропромышленного комплекса и готовых продуктов питания – почти 3 млрд долларов. На втором месте по объему поставок – продукция металлургии – почти 2,5 млрд долларов. Замыкает тройку лидеров экспорт продукции машиностроения – почти 1,5 млрд долларов. К 2025 году только 8% мужчин и 10% женщин в Украине смогут получать пенсию по возрасту. Об этом во время встречи с представителями Семерного банка заявил министр социальной политики Андрей Рева. По его словам, идея реформы пенсионной системы заключается в том, что каждый будущий пенсионер будет сам решать, когда ему выходить на заслуженный отдых. При этом объем выплат будет зависеть от того, как он будет платить взносы в пенсионный фонд. Рева заявил, в Украине с 26 млн трудоспособных граждан лишь 10 млн делают взносы. По словам министра, основная договоренность с представителями Семерного банка заключается в проведении активной разъединительной работы о будущей пенсионной реформе. В частности, стимулировать людей платить взносы для более раннего выхода на пенсию с последующим надлежащим обеспечением. В Украине зафиксировали уже пять летальных случаев от осложнений, вызванных гриппом. Об этом заявила руководитель Центра гриппа Министерства охраны здоровья Татьяна Дихановская. Трое умерших – дети до 17 лет. Молодые люди не были привиты от гриппа. Два других умерших – взрослые из группы риска. Это диабетики и с болезнями сердца. Дихановская также отметила, в 17 областях и Киеве превышен эпидемиологический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ. Врачи призывают делать прививки в течение всего сезона, а в случае заболевания обращаться к медикам. Польские оппозиционные партии пообещали продолжить блокироваться сезона Зал Сейма. Они призывают правящую партию «Право и справедливость» провести повторное голосование за бюджет 2017 года. Его приняли 16 декабря в боковом зале, поскольку основной заблокировала оппозиция. Противостояние вспыхнуло на прошлой неделе из-за планов правительства ограничить доступ здания Сейма для журналистов. Позже правящая партия пообещала провести консультации со СМИ по этому вопросу. Теперь оппозиция переключила своё внимание на бюджет. Она утверждает, что он был принят незаконно. «Мы свободные граждане свободной страны с огромной поддержкой населения. Мы надеемся, что мы победим, и что они вернутся к тому месту заседания, где оно было прервано. Парламент должен быть открыт для СМИ без ограничений. Нам нужно должным образом проголосовать за бюджет». Ранее лидер правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качинский сказал оппозиционерам, включая парламентариев, что их действия незаконны. Оппозиция же обвиняет власти в переходе к авторитарному режиму. Эти опасения последний год спровоцировали ряд протестов, включая многотысячную демонстрацию у парламента в прошлую пятницу. Протесты в основном были мирными. Однако полиция теперь окружила здания Сейма заграждениями. В последние годы «Право и справедливость» поместила под свой непосредственный контроль общественные СМИ и прокуратуру. Она также изменила законодательство, которое определяет работу Конституционного суда. «Думаю, ситуация очень опасная. Согласно последним двум постановлениям, деятельность Польского Конституционного суда парализована». В начале года в связи с принятыми законами Еврокомиссия начала оценку нововведений на соответствие их правовым нормам. Результатом может стать отзыв «Право голоса Польши» в ЕС. Рождество в Мексике, несмотря на отсутствие снега и живых елей, празднуют ярко и весело. Одно из любимых развлечений – пасторали. Эти рождественские театральные пьесы давно уже стали местной традицией. Например, в городе Тепацетлан пасторали разыгрывают 50 лет подряд. И каждый раз зал полон зрителей. Некоторые традиции очень ценные, но они уже утеряны. Другие тоже исчезают. Поэтому, когда мы поддерживаем их с помощью таких постановок, это тоже спасение наследия нашей Мексики. Как правило, праздничный спектакль посвящен сюжету, в котором перед вифлеемскими пастухами явился ангел с вестью о скором рождении Владенца Христа. Каждый год актеры обыгрывают эту историю по-новому, приправляя ее юмором и сатирой. Между тем, актеры не отступают от главной задачи – создать рождественское настроение у зрителей. Публика поддерживает положительных героев аплодисментами, а над отрицательными смеется. Каждый здесь знает, что добро обязательно восторжествует. Рождественские пастерали в Мексике разыгрывают до 23 декабря. Белый медведь по кличке Янука живет в зоопарке Сингапура. 26 декабря ему исполняется 26 лет. Празднования уже начались. Жара здесь стоит почти круглый год. Чтобы побаловать именинника, единственного белого медведя этого зоопарка, ему подготовили холодное угощение с лососем и говяжьим фаршем. Получился настоящий праздничный торт. Двигается Янука медленно, ест неторопливо. Это неудивительно, ведь по человеческим меркам ему около 70 лет. Он ел с удовольствием. Он очень забавный. Янука весит 505 килограммов. Его длина от носа до хвоста 2,5 метра. Он родился в Сингапуре, где температура редко опускается ниже 30 градусов по Цельсию. В его закрытом вольере постоянно работают кондиционеры. Они поддерживают особый микроклимат с температурой воздуха около 12-13 градусов. Есть и открытая площадка с бассейном. В дикой природе белые медведи живут в среднем 15-18 лет. В неволе могут доживать до 30. Однако Януке отметить 30-летие вряд ли удастся. У него артрит и проблемы с зубами. Есть вероятность, что мы говорим о периоде от нескольких месяцев до года или чуть более. Сюда больше не планируют завозить белых медведей. Ведь для них привычен полярный климат с минусовыми температурами. На сервисе YouTube представили тизер первого украинского 3D-мультфильма «Похищенная принцесса». Это полнометражная анимационная лента. Режиссер Олег Маломуш. По сюжету мультфильма странствующий артист Руслан влюбляется в дочь князя Милу. Однако ее похищает злой колдун Черномор. Руслан отправляется на поиски любимой, во время которых его ждет множество сказочных приключений и различные испытания. В прокат мультфильм выйдет 7 марта 2018 года. Выкрадена принцесса.